Здравствуйте, дорогие третьеклассники! И мы снова на уроке русского языка. Ребята, наверное, вы не раз встречали в магазинах, а может быть, у кого-то есть и дома вот такая небольшая баночка с горчицей. Или же в ресторанах вы встречали небольшие тюбики для приправы хот-догов или же гамбургеров. В них тоже содержится горчица. В тюбике желтого цвета обычно содержится горчица. А что же такое горчица? Это приправа с острым вкусом. Как вы думаете, почему мы начали разговор о горчице? Дело в том, что сегодня мы познакомимся с рассказом, который так и называется «Никакой горчицы я не ел». Автором этого рассказа является Виктор Галявкин. Хочу вам немного сообщить об этом авторе. Думаю, вы будете очень удивлены. Дело в том, что Виктор Галявкин родился в нашем с вами городе Баку в 1929 году. Виктор Галявкин был не только писателем, но и художником. Родился он в семье музыкальных преподавателей и с детства любил писать различные истории. Героем его произведения были дети. Он очень любил писать различные истории про детей. Вот с такой историей мы с вами сегодня и познакомимся. Героем этого рассказа является мальчик. Итак, послушайте, пожалуйста, небольшую часть этого рассказа, а остальное вы прочитаете сами. Сумку я спрятал под лестницу, а сам за угол завернул и на проспект вышел. Весна, солнышко, птички поют, неохота как-то в школу. Любому ведь надоест, вот и мне надоело. Иду, витрины разглядываю, во весь голос песни пою. Попробуй в классе запой, сразу выгонят. А тут пой сколько твоей душе угодно. Так, до конца проспекта дошел, потом обратно. Хорошо ходить. Ходи себе и ходи. Смотрю, машина стоит. Шофер что-то в моторе смотрит. Я его спрашиваю. Поломалась? Молчит шофер. Поломалась? Спрашиваю. Он молчил. Я постоял-постоял, говорю. Что, поломалась машина? На этот раз он слышал и говорит. Угадал. Поломалась. Помочь хочешь? Ну давай чинить вместе. Да я не умею. Раз не умеешь, не надо. Я уж как-нибудь сам. Что мне оставалось делать? Вздохнул и пошел дальше. Дальше, ребята, наш герой встретил двух прохожих и слышит. Как с патентом? Говорит один. Хорошо, с патентом. Что это, думаю, патент? Ребята, а вы знаете, что такое патент? У вас в книге есть сноска. Патент это документ на право авторства, изобретение какого-то. Если вы изобретаете какой-то предмет, то обязательно нужно его зарегистрировать. И на него выдают документ, который называется патентом. Никогда я про него не слышал. Я думал, что про патент еще скажут. А они про патент ничего не сказали больше. Про завод стали что-то рассказывать и так далее, ребята. Дальше я предлагаю вам познакомиться с текстом самостоятельно. Вы сможете прочитать его в ваших учебниках по русскому языку третьего класса. А я предлагаю сейчас на основе этого рассказа поработать с грамматическими заданиями. В конце урока мы опять вернемся к этому рассказу и попробуем обсудить поведение нашего героя. Вернемся к началу нашего рассказа и попробуем найти глаголы. В первом предложении есть глагол спрятал. Как вы помните, глаголы, отвечающие на вопросы «что сделал», являются глаголами прошедшего времени. Спрятал один из таких глаголов. Что сделал? Завернул. Что сделал? Вышел. Итак, у нас в начале текста есть три глагола прошедшего времени. Вы с ними уже знакомы. Давайте их выпишем в тетрадочке. Так как герой нашего произведения мальчик, он, естественно, говорит спрятал, завернул, вышел. А если бы героиня была девочкой, как бы она сказала? Девочка сказала бы спрятала, завернула, вышла. Если бы мы говорили от лица предмета среднего рода, то у нас получились бы такие глаголы. Спрятала, завернула и вышла. Как вы видите, ребята, во всех трех столбиках у нас глаголы прошедшего времени с одним только отличием. Первые это глаголы мужского рода. Во втором столбике у нас глаголы женского рода. А в третьем столбике глаголы среднего рода. Отсюда можно сделать вывод, что глаголы прошедшего времени изменяются по родам. Это и есть тема нашего сегодняшнего урока по русскому языку. Изменение глаголов прошедшего времени по родам. Глаголы в прошедшем времени изменяются по родам. Их можно определить по суффиксу л. Что делал? Писал. Глагол мужского рода. Что делала? Писала. Глагол женского рода. Что делало? Писало. Это глагол среднего рода. Попробуем выполнить упражнение 257. Существительными близкими по значению нам нужно составить и написать предложение, а глаголы и скобок употребить в прошедшем времени. В первом предложении у нас слова месяц и луна. И дан глагол сиять. Месяц что делал? Сиял. Луна что делала? Сияла. Выделим окончание наших глаголов. У глагола сиял нулевое окончание, а у глагола сияло окончание а. Попробуем изменить глагол во втором предложении. Трясина – это существительное женского рода. Болото – это существительное среднего рода. Трясина что сделала? Засосала. Болото что сделало? Засосало. Выделим окончание у наших глаголов. В первом глаголе окончание а, во втором окончание о. В упражнении есть еще несколько вариантов. С ними, я думаю, вы справитесь самостоятельно. К этой теме, ребята, у вас еще есть два упражнения – 258 и 259. Они очень легкие. Постарайтесь их выполнить. А мы вернемся еще раз к нашему рассказу, к его названию. Никакой горчицы я не ел. Так говорит мальчик в конце рассказа. Не ел. Очень необычный глагол. Вроде бы он ел, но и не ел. Частичка не в этом глаголе отрицает глагол ел. Дальше, ребята, у нас встречаются глаголы надоест, разглядываю, пою и выгонят. Давайте выпишем теперь эти глаголы из текста и поработаем с ними. Глагол ел употребляется с частичкой не. Но, запомните, эта частичка всегда пишется отдельно от глагола. Я ее специально подчеркнула и выделила в рамочку, чтобы вы запомнили, что частичка не с глаголом пишется раздельно. Надоест, разглядываю, пою и выгонят. Эти глаголы мы нашли в тексте. А давайте попробуем добавить отрицательную частичку не к этим глаголам. Что же у нас получится? Не надоест, не разглядываю, не пою, не выгонит. Как вы видите, маленькая частичка не отрицает действие предыдущего глагола. В ваших учебниках есть упражнение 260. Его нужно будет списать и подчеркнуть частички не перед глаголами. Их здесь не так много. Есть глагол повредит, и перед ним частичка не. Есть глагол прокусит, и перед ним употреблена частичка не. И, наконец, глагол сомнет, перед которым тоже употреблена частичка не. Во всех этих случаях частичка не пишется раздельно. Частица не придает глаголу отрицательный смысл, и вам нужно запомнить, что не с глаголами пишется раздельно. Думаю, вы это уже запомнили. Во второй части рассказа, ребята, мы часто встречали глаголы с частичкой не. Давайте попробуем найти в этом отрывке из текста. Да, я не умею. Раз не умеешь, не надо. Здесь у нас сразу два глагола. Не умею, не умеешь. Дальше. Никогда я про него не слышал. Ничего не сказали больше. Ребята, постарайтесь эти четыре глагола использовать в предложениях. Составьте и запишите предложение с этими глаголами. Как вы помните, я вам обещала, что к концу урока мы вернемся к нашему рассказу. Итак, ребята, мальчик из рассказа не пошел в школу, решил прогулять. Ему показалось, что слишком хороший весенний день, чтобы проводить его в школе. Сначала он встретил шофера, которому помешал. Потом он встретил двух взрослых людей, которым тоже ничем не пригодился. Как вы думаете, сможет ли мальчик провести этот день хорошо? Пожалуйста, прочитайте рассказ до конца и постарайтесь ответить на эти вопросы. Думаю, вам все станет ясно, что прогуливать в школу нехорошо, даже если за окно поют птички и весна на дворе. Также вы можете выполнить упражнение 261 и закрепить сегодняшнюю тему. Глаголы в прошедшем времени изменяются по родам, не с глаголами пишется раздельно, а также то, что глаголы прошедшего времени мы узнаем по суффиксу "-л". Как вы видите, даже читая рассказ, мы можем работать с грамматическими правилами. Вы также, ребята, можете выполнять задания в виртуальной школе. Надеюсь, вы все там зарегистрированы и можете заходить и своевременно выполнять тесты и задания по различным предметам. Спасибо за внимание! Сегодняшний наш урок математики посвящается умножению двухзначных чисел. Сегодня на уроке мы будем умножать, но умножать будем учиться столбиком. Давайте для начала посмотрим, что мы будем делать, какие шаги мы должны выполнять. Если мы хотим умножить 67 на 2, что мы должны сделать? Записываем столбиком 67 умножить на 2. Первый шаг. Умножаем единицы. 2 умножаем на 7 единиц. У нас получается 14. 14 состоит из одного десятка и четырех единиц. Десятки. Единицы записываем под единицами. 4 единицы записываем. Один десяток у нас в уме. Мы его записываем на десятка. Умножаем десятки. 2 умножить на 6 десятка. 12. 12 и еще один десяток, который у нас был в уме. У нас получается 13. Записываем десятки. 13. Читаем ответ. Произведение 134. Давайте теперь закрепим то, что мы услышали. 24 первого множителя, 4 второй множитель. Обратите внимание, что 4 мы записываем под единицами. Начинаем умножать. 4 умножаем на 4 единицы. У нас получается 16. Единицы записываем под единицами. 6. Один в уме. 4 умножаем на два десятка. У нас получается 8. 8 и один десяток в уме. 9. Читаем произведение 96. Записываем второй пример. Первый множитель 18. Второй множитель 3. Умножаем единицы. 3 умножить на 8. 24. Записываем 4 единицы под единицами. 2 в уме. 3 умножаем на 1 десяток. У нас получается 3. 3 десятка плюс 2 десятка. 5 десятков. Записываем ответ. 54. Записываем следующий пример. 58 умножить на 4. Напоминаю, что единицы пишем под единицами. Вычитаем. 4 умножить на 8. 32. Записываем 2 единицы под единицами. 3 десятка в уме. Умножаем десятки. 5 умножить на 4. 20. И еще 3 десятка. Читаем ответ. 232. Попробуйте самостоятельно выполнить следующий пример. Первый множитель 23. Второй множитель 4. А теперь давайте сверим, что у нас получилось. У нас в произведении должно получиться 92. Давайте рассмотрим, ребята, как мы можем записать выражение на умножение, когда у нас дается модель. Внимательно посмотрите на модель. На модели мы видим кубики. Три ряда по 10 и 5 единичных кубиков. Три ряда по 10. Это делает 30. 30 плюс 5. 35. И так как эта модель повторяется два раза, значит, мы можем это записать следующим образом. 35 умножить на 2. Умножаем единицы. 2 умножить на 5. 10. Записываем. 0 единиц. 1 десяток в уме. Умножаем десятки. 2 умножить на 3 десятка. 6. 1 десяток в уме. 7. Читаем ответ. Произведение 70. Рассмотрите следующую модель. Два раза по 10 и 2 единичных кубика. 2 раза по 10. 20. 2 единичных кубика. 2. 22. Эта модель повторяется три раза. Значит, мы можем это записать как 22 умножить на 3. Записываем пример столбиком. 3 умножить на 2 единицы. 6. 3 умножить на 2 десятка. Тоже 6. Читаем произведение 66. Следующую модель попробуйте записать самостоятельно. Внимательно рассмотрите рисунок. 3 раза по 10 и 3 единичных кубика. Модель повторяется три раза. Значит, это можно записать как, ребята? 33 умножить на 3. Правильно. Умножаем. Находим произведение. Ну, а теперь давайте проверим, что у нас получилось. Ответ 99. Переходим на следующее задание. Вагиев каждый день на работу едет с пересадкой на двух автобусах. Цена проезда на одном автобусе 15 геопиков, а на другом 20 геопиков. Сколько денег потратит Вагиев на дорогу туда и обратно в течение пяти дней? Давайте составим выражение к задаче. Так как Вагиев едет на двух автобусах, стоимость проезда первого автобуса 15 геопиков, стоимость проезда второго автобуса 20 геопиков, мы можем суммировать проезд 15 плюс 20. И так как Вагиев едет туда и обратно, мы эту сумму умножаем на 2. 15 плюс 20 нам дает 35. При умножении 35 на 2 мы получаем 70 геопиков. Но вопрос-то у нас какой, ребята? Сколько денег потратит Вагиев на дорогу туда и обратно в течение пяти дней? Поэтому то, что мы получили 70 геопиков, мы умножаем на 5. И у нас получается в течение пяти дней Вагиев потратит 350 геопиков. Следующая задача. Продавец овощного магазина покупает один ящик с яблоками за 12 монатов и продает за 17 монатов. Какова прибыль от продажи восьми ящиков яблок? Давайте попробуем решить задачу двумя способами. Так как продавец покупает ящик яблок за 12 монатов, а продает за 17 монатов, давайте найдем разницу. 17 минус 12. 17 минус 12 дает нам разницу. Прибыль, которая остается продавцу. Но главный вопрос нашей задачи, мы хотим узнать, какова прибыль от восьми ящиков, значит, мы полученную разность должны умножить на 8. 5 умножить на 8. 40 монатов остается продавцу прибыль. Второй способ. Мы можем записать это столбиком. Сначала мы можем 17 умножить на 8. У нас получится 136. Затем мы можем 12 умножить на 8. У нас получится 96. Ну и, наконец-то, мы можем найти разницу. От большего числа вычесть меньшее число. И у нас получится разница 40 монатов. Друзья, сегодня на уроке мы с вами учились умножать столбиком. Поэтому вы получаете задание выполнить эти примеры, записав их в тетради столбики и найти произведение. Я вам желаю хорошего дня. Оставайтесь бодрыми. Не скучайте. До свидания. Добрый день, ребята. Сегодня тема нашего урока «Правила и закон». Ставим перед собой вопрос. Какова польза соблюдения нами этих правил? Помните, ребята, когда учитель ходит в класс, что вы делаете? Встаете. Правильно. Вставая, ребята, вы проявляете уважение к учителю и к старшему. Существует ряд правил. Во дворе, дома, в школе. И сегодня на уроке мы поговорим на серьезную тему. Если кто-то без законов хочет жизнь свою прожить, то его, конечно, надо и лелеять, и хвалить. Фотографию газету поместить и подписать. Он советует законы никогда не выполнять. В Конституции, основном главном законе государства, записаны многие статьи, где сказано, как строится взаимоотношение граждан друг с другом, с государством. Здесь записаны основные права граждан и их обязанности. Ребята, помните, когда мы отмечаем День Конституции? Правильно. 12 ноября. Только закон и исполнение закона может обеспечить нам порядок. Вот почему, защищая права граждан, государство предусматривает наказание за несоблюдение закона. Ребята, как называется страна, в котором мы живем? Правильно. Азербайджан. А кто глава нашего государства? Правильно. Президент Ильхан Алиев. А какие государственные символы мы знаем? Правильно. Флаг, герб и гимн. Отношение к символам – это отношение к государству. Каждый обязан знать слова гимна. Оскорбление государственных символов – это оскорбление государства, народа, истории и культуры этого государства. Об этом записано в Конституции. Помните, что законы есть не только в государстве, но и в каждом человеке. Давайте сначала обратимся в словарь Ожикова и узнаем, что такое закон. В постановлении государственной власти – нормативный акт, принятый государственной властью, установленные государственной властью – общие обязательные правила. Давайте откроем учебники на странице 83 и прочитаем, что в тексте говорится о законе. Большую роль в жизни людей играют и законы. Законы относятся целым к обществу и ко всем его членам. Независимо от возраста, занимаемой должности, все должны соблюдать законы, потому что законы принимаются государством. Цель государства – создание этих законов заключается в облегчении жизни людей, защите их прав. Существует ряд законов, созданных государством, которое облегчает жизнь людей и защищает их права. Закон об образовании, о культуре, о правах ребенка, об охране здоровья населения, забота о детях и их воспитании является долгом родителей. Каждый обладает правом на свободу. Помните, что законы есть не только в государстве, но и в каждом человеке. Мы сами делаем выбор, по каким законам нам жить. Подумайте, какие черты характера помогают стать законопослушным, а какие мешают. Честность, лживость, вспыльчивость, аккуратность, торопливость, безразличие, уважение к людям, осмотрительность. Мы сами делаем выбор, по каким правам нам жить, как жить. По законам правды или лжи, чести или бесчестия, ударить друга или решить спор дружеские, сказать правду или промолчать, сделать уроки или бездельничать, помочь маме или пойти гулять. Давайте создадим свои правила. Я уважаю себя и поэтому не буду обижать младших. Я уважаю себя и поэтому не буду грубить старшим. Давайте подумаем, какие законы мы можем составить, законы и правила мы можем составить относительно к стране, к семье, к школе, к классу. Я вам дам слова, а вы выберите, какие слова вы подпишите в каждый столбик. Играть, дружить, драться, учиться, обзывать, читать книги, выполнять домашние задания, умываться, играть со спичками, слушаться взрослых, уважать старших, спорить, не обижать младших, поздно ложиться спать, соблюдать режим дня, помогать родителям, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, уступать место в транспорте пожилым и детям, помогать нуждающимся, приветствовать и прощаться. Вы можете эти слова разбить по столбикам и записать в нужный столбик нужное слово. Правила, ребята, мы создаем и меняем сами. Давайте составим для себя правила, что можно делать, что нужно делать и что нельзя делать. Можно играть, дружить, заниматься спортом. Нужно учиться, читать книги, выполнять домашние задания, умываться, не обижать младших, соблюдать режим дня, помогать родителям, гулять на свежем воздухе и нельзя драться, обзываться, играть со спичками, спорить, поздно ложиться спать. Что ты обязан? Ты обязан уважать законы государства, вести себя дисциплинированно в школе, в семье, в гостях, транспорте, быть вежливым с товарищами и окружающими тебя людьми, беречь школьное имущество, соблюдать правила дорожного движения. Ребята, я вам дам такое вот задание. Запомните таблицу правила, как нужно себя вести в библиотеке, какие правила вы должны соблюдать в спортивном зале и какие правила вы должны соблюдать в маркете. А также перед вами диаграмма Венна. Вы должны будете написать, чем отличается правило от закона и что общего между правилом и законом. На этом наш урок подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова